Жестокое обращение с животными, к сожалению, не фантастика, а реальность нашего мира. И иногда это делают не психически больные люди, а живодеры в медицинских халатах, которые при этом называют себя ветеринарами. Я сейчас говорю об ужасной процедуре, делающей из животных, чаще всего кошек-инвалидов, об анихоктомии. Анихоктомия представляет собой хирургическую операцию, в результате которой ампутируется целая фаланга пальцев вместе с когтями. В результате чего кошка становится фактически навсегда инвалидом. Вот что пишут про риски, связанные с данной операцией с медицинской точки зрения. Это риск использования анестезии, риск внесения инфекции, риск чрезмерной кровопотери в результате неаккуратно проведенного хирургического вмешательства. Могут нарушиться движения и координация движений кошки. Из-за того, что ей теперь необходимо делать упор на подушечку лапы, а не на пальцы. В том случае, если удалена недостаточная часть пальца, остаток когтя может начать расти внутрь стопы. И повторное хирургическое вмешательство будет неизбежно. Также иногда кость пальцев бывает излишне ломкая и может начаться обширное воспаление конечности. Иногда неправильная ампутация приводит к деформации нерва и, как следствие, к длительным болям. Может возникнуть абсцесс или удаленная фаланга начинает расти заново и снова необходима новая операция, которая предполагает ампутацию уже третьей фаланги и антибактериальную терапию. Изменение постановки стопы при ходьбе часто провоцирует развитие артрита. Упор приходится делать не на пальцы, а на подушечке лап. Удаление когтей вызывает ослабление мышц лап, ног, спины. Чувство равновесия также снижается. В сочетании с потерей обычной ловкости, обеспечиваемой возможностью мгновенного сцепления когтями с поверхностью, это приводит к тому, что животное без когтей может легко получить травму. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы назвать существ, которые делают и которые привозят своих домашних питомцев на эту изуверскую процедуру настоящими живодерами. В Германии, Швейцарии и Великобритании ампутация когтей у кошек запрещена законом. Во многих других европейских странах она также запрещена в рамках Европейской конвенции по защите домашних животных. Но в России, к сожалению, эту операцию провести можно. Она называется «Мягкие лапки», а изверги, которые это делают, утверждают, что ничего страшного в этом нет. Мы позвонили в несколько клиник Москвы и убедились в том, что это действительно так, что такие операции действительно в Москве проводятся. Ну вот, ввели операцию «Мягкие лапки Москва» прямо непосредственно в поиске в Яндексе. И первая ссылка на некую клинику с сайтом zoovet-24.ru. Сейчас попробуем им позвонить и уточнить, делают ли они это на самом деле и что это означает по их мнению. Ужасно, конечно. Вот таким вот образом они всё ещё это рекламируют. Удаление когтей у котов и кошек. Когти больше не растут. Восклицательный знак. Ветеринарная помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я хотела бы уточнить по поводу операции «Мягкие лапки». У меня есть кот, вот ему сейчас полгода, но вот, к сожалению, дерёт мебель нашу. Я вот прочитала, мне порекомендовали её. Просто есть вопросы, я не сталкивалась с этим. Я так понимаю, что вы её делаете, да? Да, конечно. Вот я немного беспокоюсь по поводу здоровья кота потом, потому что вот прочитала несколько статей таких устрашающих, что это… Вы не читайте их, это заказные статьи «Гринписовсказ», причём они их написали за деньги, а не от души. Это всё глупости нет там. Я вообще тоже читала, там какой-то бред по поводу меняющегося давления на позвоночник. Нет, это прям вот полностью глупости, и не переживайте. Это процедура ничем не хуже, чем, я не знаю, вот все считают гуманной стерилизацией. Стерилизация – это все органы удаляются. Тут не удаляются никакие органы. Ничего такого страшного для здоровья кошек это не представляет. Единственное, что им не очень приятно, ну, к заживлению, понятно, да? Коты психованной. У меня такая кошка, если дай бог что-то там, я не знаю, даже просто повяжешь на лапку, у неё истерика там будет. Ну вот, и мне очень нравится бить после операции на лапках. Это да, так ничего страшного. А заживление сколько проходит потом? Да, через две недели вам уже швы снимут, уже на полностью зажившие лапы. Они очень быстро заживают. И на две недели это потолок. Обычно там говорят, там, не через десять уже там, ну, приходи. А, то есть кот будет находиться в клинике все эти дни? Нет, нет. А, все, забираем. А, все, ясно, ясно. Либо в клинике, либо на дому, пожалуйста, ваш папа. Хорошо, и по стоимости сколько это будет стоить? Вы Москва-пределом, когда живете? В центре, да. Вот, смотрите, что назову, что в клинике цена одинаковая. Шесть тысяч будет две передние лапы стоить. Вот, то есть сюда входит врача на дом, предоперационное осмотрное здоровье, наркоз, швы, сама операция, все-все уже в ход. Ну, как правило, удаляют две передние лапки, задние не надо. Ну, вы же тоже передние, да, хотели? Ну, вообще, я так подробно не думала, но, видимо, да, передними же дерет, да. Ну, да, да, нет, у меня просто в моей практике по четыре удаляли только, что-то, человека два, наверное, когда какой-нибудь дорогой кожаный диван был и как-то и отталкивались от них. Вот, когда кто-то, да, как нет, так где передние лапки. Хорошо. Хорошо, спасибо большое за консультацию, да, я тогда сейчас подумаю, да, наберу, спасибо. Вот это буквально первая ссылка. Человек утверждает, что все статьи заказные, пишут их какие-то неадекватные гринписовцы, и совершенно никаким образом это коту не вредит. Вот, пожалуйста, вот этот сайт, zoovet-24.ru. Давайте попробуем позвонить в другую. Следующий сайт, Добрый доктор, ветеринарная клиника. Доктор, видимо, очень добрый, потому что предлагает операцию по удалению когтей. Они, причем, даже не пишут, что это операция, на самом деле, которая удаляет фаланги. Давайте попробуем позвонить сюда. Как в первом случае, так и во втором указаны мобильные телефоны. Это, конечно, сейчас не то, чтобы говорит о том, что клиника совсем плохая, но тем не менее. Хотя, если они делают такую операцию, конечно, ничего хорошего в ней. Быть не может. Господи, здесь даже есть операция удаления голосовых связок. Удаление голосовых связок. Пиздец. Так, ну, что-то первый телефон. Мне самое главное, мне непонятно, собственно говоря, если у тебя дорогой кожаный диван, или ты не хочешь слушать мяуку ни кота, мне кажется, проще просто не брать кота. Это же очевидно совершенно. Кошмар какой-то. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хотела уточнить по поводу операции по удалению когтей. У меня кот, ему полгода, и вот мне порекомендовали эту операцию, потому что, к сожалению, очень страдает мебель. Это очень болезненная процедура, как бы еще клиники делают. Я поняла, но я вот звоню, потому что у вас на сайте вижу, что она есть, даже стоимость указана. Ну, 12 тысяч будет. Сколько? 12 тысяч это будет стоить. 12 тысяч, а вот я звонила до этого, мне сказали 6 тысяч, а 12 тысяч это и передние, и задние лапы? Это две передние, потому что больше поведения с горкозом. Я поняла. И я вот... Да, я немного переживаю, потому что почитала статьи, говорят, что там чуть ли не фаланги удаляют. Вот можете подсказать, насколько это безопасно для здоровья дальнейшего кота? Ну, вообще, это, как бы, это очень рискованная операция для любого животного. То есть, это полностью удаляется ногтевая пластина вместе с отростком. То есть, животное где-то примерно к двум месяцам привыкает только ходить нормально. Да, ну это, конечно, очень серьезно. Но тем не менее... Тем не менее, вы минимум колете где-то 7 дней. То есть, обязательно будет обработка, то есть, обязательно перематывание лап. Это минимум 10 дней. То есть, операция очень тяжелая. Ну, в общем, я так понимаю, что вы не рекомендуете ее делать, да? Но если... Ну, вообще, в клиниках это нигде не делается. Это очень опасно в процедурах. Хорошо, а где у вас это можно сделать, если вы сказали, что за 12 тысяч можем сделать? Не, ну мы можем сделать это, но может просто чреваться для животного быть потом. То есть, они уже не будут ходить на... Как говорится, на операцию полностью на пятки. Понятно. Ну, то есть, это как-то неофициально или официально все-таки? Вы просто сказали, что в клиниках это не делается, но вы все равно сделать можете? То есть, или все это будет? Ну, вообще, в клиниках таких крупных не делается. Мы можем это сделать, но опять, это все как бы под вашу ответственность. Я поняла, хорошо, спасибо, я подумаю. Спасибо. Ну, вот второй человек, с которым я разговаривала, видимо, немного более адекватный. Даже была какая-то небольшая попытка вроде бы меня отговорить от этой страшной операции. Но, тем не менее, по желанию они это делают. Стоит это в два раза дороже. Ну, деньги, конечно, здесь совершенно никакого значения не имеют. Но здесь хотя бы мне сказали, что кот действительно будет страдать, и потом уже никогда не сможет восстановиться после этой ужасной процедуры. Давайте попробуем позвонить еще раз, еще в третью клинику. Это я вот прям иду подряд. Вот я вела операции «Мягкие лапки», и сразу вариантов очень много. И в Москве, и в Подмосковье. Так, смотрим, вот, пожалуйста, сеть ветеринарных клиник «Апогей». Филиалы Москва, Митина, Красногорск, Брехово. Операции «Мягкие лапки для кошек». Тоже цена здесь написана 6 тысяч, и причем еще реклама такая есть. Защитите мягкую мебель своего дома от кошачьих царапин, записавшись на операцию по телефону. Телефон, кстати, городской, сейчас попробуем ему позвонить. Здравствуйте, я хотела бы уточнить по поводу операции «Мягкие лапки». У меня кот, ему полгода. И вот страдает мебель домашняя. Порекомендовали эту операцию, но у меня есть какие-то опасения, потому что что-то в интернете много пишут, что это, в общем, такая тяжелая операция для животного. Можете подсказать? Я увидел на сайте, что у вас ее можно сделать. Да, можно было раньше сделать. Сейчас его отменили закон. То есть сейчас вы ее не делаете? На сайте просто осталось? Да, не поменяли, а так раньше делали. Сейчас закон группировки 1 января этого года, вращения с животными. Поэтому вы только прям присмотрели и отменили его. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ответ, конечно, меня с одной стороны радует, что они теперь ее не делают, но раньше делали. Но тем не менее немного смущает, что на сайте все-таки реклама осталась. Может быть, ему что-то подозрительное показалось в моем звонке, но вот и стоимость, и, пожалуйста, реклама. Так, ну, будем надеяться, что они просто забыли что-то поменять. К депутату Московской городской думы Сергею Митрохину обратилось множество человек с просьбой поддержать постановление Мосгордумы, касающиеся данного вопроса, который вносит также депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Конечно, людей, выступающих против анихоктомии, гораздо больше. Существует, например, петиция, которая набрала уже почти 200 тысяч голосов. Ссылку на нее я размещу в комментариях. Помогите максимально распространить данную информацию и окончательно запретить калечащие операции на животных. Здравствуйте, Светлана. Ветеринарная помощь беспокоит. Вы звонили нам по поводу процедуры «Мягкие лапки» для котиков. Скажите, пожалуйста, что вы решили. Мы просто составляем расписание врача на выходные и на вот этот кусочек недели предпраздничной. Вам необходима будет услуга или вы передумали альтернативный какой-то вариант нам, то есть учитывать вас или нет?